Всем привет! Камера была куплена в марте 2019 года. Взамен хорошо зарекомендовавшего себя фотоаппарата Panasonic G81. В России эта модель называется G80. Panasonic в принципе всем устраивал, качество картинки у него было на хорошем уровне, а система стабилизации Dual Ease заслуживает отдельной похвалы. Но автофокус Panasonic не радовал. И вот начитавшись и насмотревшись всяких обзоров в интернете, было принято решение купить Fujifilm X-T3 с китовым объективом 18-55 f2.8 4.0. После Panasonic и Canon, которые у меня были до этого, аппарат Fuji был непривычным и непонятным поначалу. Если говорить о его достоинствах, но тут нужно отметить, что аппарат был куплен в основном для съемки видео. Так вот, первое основное достоинство Fujifilm для меня это качество картинки. Оно тут просто великолепное. Цвет и детализация на высшем уровне. Второе это режим 4К 60 кадров в секунду. Да, в этом режиме идет съемка с кропом, а именно 1.18 и уже суммарный кроп от полнокадрового формата составляет 1.77. При съемке на широком угле в этом режиме часть информации обрезается, но зато движения выглядят плавными и приятными для глаза. После того, как я поснимал в режиме 4К 60 кадров в секунду, мне уже не хотелось снимать в режиме 25 или 30 кадров в секунду, где при панорамировании или быстром движении ты видишь строп на заднем плане или главного объекта съемки. Говорить про всякий режим моделирования пленок я не буду, это дело вкуса. Для себя только сделал вывод, что для съемки видео, если не сильно заморачиваться на постобработке, то лучше всего снимать в профиле Терни. Картинка, конечно, получается не такая яркая и сочная, но зато остаются детали в тенях. В режиме стандарт тени проваливаются и вы получаете темные участки. В остальных режимах моделирования пленок я даже не пробовал снимать, потому что, как мне кажется, там цвета далеки от естественных. Конечно же, самые широкие возможности по динамическому диапазону и цветокоррекции дают режим съемки в офлог. Но при съемке в офлог потом на посте нужно все видео обрабатывать как минимум через фирменный лад. Да, если вы снимаете фильм, рекламу или какое-то, как нынче модно говорить, сниматик видео, то так и нужно делать. Но если вы снимаете для себя памятные моменты жизни вашей семьи или путешествия, то, как по мне, съемка в профиле Терна будет достаточно. Но опять же добавлю, это только мое мнение. У вас оно может быть другое и спорить с ним я не буду. Третье достоинство для меня это все же управление. Да, управление колесиками, которое на первый взгляд при переходе с Canon Panasonic показалось не очень удобным и непонятным. Но впоследствии для меня стало логичным и быстрым. Особенно в мануальном режиме, когда при взгляде на аппарат ты сразу видишь все настройки. Выдержку, диафрагму, ISO. И тебе не надо при этом смотреть на все эти маленькие значки на экране фотоаппарата. Особенно, когда тебе уже за 40 и твое зрение тебя начинает подводить. Но управление и настройка в меню меня, мягко говоря, огорчило. Но об этом позже. Теперь о том, чего я ожидал от автофокуса и что получил. Когда смотрел обзоры, то все так нахваливали автофокус. Слежение по глазам, скорость, точность и так далее. Но по факту, когда я стал пробовать первые съемки, то был разочарован. Автофокус был пошустрее, чем на Panasonic, но тоже не идеальный. Слежение по лицу глазам вроде как есть и вроде как работает, но все равно как-то криво. С новыми прошивками это немного улучшилось, но все равно работает не идеально. Причем почему-то в режиме фото этот режим работы автофокуса работает гораздо лучше, чем при съемке видео. Опять же, в фоторежиме есть возможность слежения за объектом. При съемке видео такого режима нет. Почему его тут нет, мне непонятно. Что касается стабилизации изображения, то здесь полагаться приходится только на стабилизацию оптики. Она в объективах Fuji очень хорошая. Мне довелось поснимать на китовый объектив 18-55, на телевик 50-230 и на недавно купленный взамен предыдущих двух XF-1680. Так вот, хочу сказать, что стабилизация иногда даже чересчур цепкая. Это касается тех ситуаций, когда вы плавно пытаетесь сделать проезд или панораму. Стабилизатор буквально хватает картинку и не хочет ее отпускать. А когда отпускает, то объектив уже направлен на совсем другое место и происходит скачок изображения. Не хватает, конечно, внутрикамерного стаба для съемок на объективы без стабилизации. Он потом появился в следующей модели X-T4, но обходить на X-T4 финансово очень накладен и нецелесообразен, на мой взгляд. Конечно, если покупать новую камеру, то X-T4 в этом плане будет более предпочтительным. Ну а теперь о самом главном минусе для меня. Это, как я упоминал выше, работа с меню и сам так называемый тачскрин. Извините меня, но на камере, которая вышла в свет летом 2018 года и не имеет полноценного тачскрина, капец как неудобно работать в меню. В далеком 2013 я купил Canon 650D, на котором тач был уже тогда полноценный. Любые настройки в меню, просмотр фото и видео, все можно было делать на тачскрине. В Panasonic, кстати, тоже все это было возможно. Здесь же тач только для того, чтобы выбрать точку фокусировки. Я, конечно же, утрирую, есть у него и другие возможности, но полазить по меню камеры с его помощью вы не сможете. Вы постоянно должны тыкать кнопки вверх, вниз, вправо, влево, окей. Даже при просмотре видео вы должны использовать кнопки. Плей, пауза, стоп. Все управление кнопками. В общем, для меня это главное неудобство, с которым приходится мириться ради вышеперечисленных плюсов. Подводя итог, могу сказать следующее. Камера очень хорошая, с богатым функционалом, но, как и любая другая, имеет свои недостатки. Опять же, я высказал только свое мнение, которое не претендует на истину последней инстанции. Буду рад вашим комментариям и подпискам. Всего хорошего и до новых встреч на канале. Субтитры подогнал «Симон»!